Конфликт на востоке Украины и отношения с Россией и Западом ожидаемо стали одной из главных тем для политиков. Скорее всего выборы пройдут в два тура и данную тенденцию мы будем наблюдать и на следующем этапе. Кандидаты все как один обещают остановить военные действия и восстановить экономику региона. Нынешний президент Петр Порошенко продолжает выступать за международную поддержку действий Украины и украинский вариант мирного урегулирования конфликта. Тема мира у Порошенко сочетается с призывами противостоять агрессии, наказать Кремль и заставить Путина компенсировать все нанесенные убытки. С такими же призывами выступает и Юлия Тимошенко. Лидер партии Батькивщина готовит новый формат переговоров Будапешт+. Тимошенко заявляет, что уже имеет договоренности с лидерами ключевых стран, а значит быстро вернет мир на Донбасс. Лидер президентских рейтингов Владимир Зеленский говорит о дипломатическом наступлении, возобновлении встреч в нормандском формате с привлечением США и Великобритании и возможных переговорах с Путиным. По мнению Зеленского, главный залог мира – сильная экономика. Он выступает за вступление в НАТО, но только через всеукраинский референдум. Кардинально другой внешнеполитический вектор – стратегическое партнерство с Россией – обещает кандидат от оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко. Он заявляет, что достижение мира возможно через прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском, предлагает укрепить экономические отношения с Россией и в качестве компромисса по вопросу автономии Донбасса выступает за экономическую самостоятельность регионов. И уже 22 марта Юрий Бойко вместе со своим политическим соратником Виктором Медведчуком встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководством «Газпрома». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после встречи заявил, что с самим президентом России Бойко не встречался и этой встречи в планах Путина нет. Да и российские СМИ говорили больше о Медведчуке, ни разу не упомянув о Бойко как кандидата в президенты. Этой встречей заинтересовалась служба безопасности Украины, а генеральный прокурор Юрий Луценко даже проанонсировал уголовное дело. Российская власть таким чином подиграла пророссийским кандидатам, хочет им подиграть на выборах. Вот и все. Больше ничего за этим нет. Потому что мы понимаем, что они не могут обговорить эти вопросы, они не имеют на это повноважения. Но что изменится в отношении Украины с Россией и Западом после выборов? По мнению политолога Алексея Гараня, при любом исходе голосования, кардинальные перемены внешнеполитического курса Украины крайне маловероятны. Принципово, внешняя и безопасная политика Украины не изменится, незалежно от того, кто победит. Почему? Потому что факт полягает в том, что Россия остается агрессором. В суспільстве произошло, Россия не хочет идти на вырегулирование конфликта, лишь на своих условиях. Но не стоит забывать, что на носу вторые выборы этого года не менее важные. И окончательная позиция России определится с новым составом правительства. Путин ждет не только президентских выборов в Украине, а и парламентских выборов, какая будет коалиция и какой будет новый уряд. В российских государственных СМИ навязываются три основных месседжа. Украина под полным управлением Запада, здесь процветает нацизм, а президентские выборы будут сфальсифицированы. Соорудили электронный дубликат, зеркальный сервер, который позволит без каких-либо улик увеличить результаты голосования в пользу Порошенко на 15-20%. О какой легитимности этих выборов можно вообще говорить? В Госдуме России даже зарегистрировали постановление не признавать президентские выборы. Глава фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский из трибуны парламента и из СМИ убеждает россиян и жителей неподконтрольных территорий Донбасса, что президентом Украины станет действующий глава Петр Порошенко, но отнюдь нечестным путем. Это же 15 миллионов бюллетеней пустые, и там везде ночью на 1 апреля будет поставлена галочка против фамилии Порошенко. Выборы в Украине одна из топ-тем для российских СМИ. Более половины масштабных эфирных блоков в ток-шоу посвящены украинской тематике, не отстают от телевидения и новостные сайты. Большая количество информации на российских сайтах относится Порошенко. Вона, скорее всего, негативная, подается в таком контексте, что двери закрываются, скупера на выход, критикуются его разные заявки, Чорнуха подается в таком ключе. На другом месте подается Зеленский. До него ставление преважно нейтральное. И даже такие фразы бывают, что Зеленский поддерживает российскому населению, значит, он непоганый кандидат. Еще один популярный тезис российских СМИ – жители неподконтрольных территорий не смогут голосовать. Это не демократия. Если до конфликта в Донецкой и Луганской областях голосовали более 5 миллионов избирателей, то сейчас меньше 2 миллионов. Своё место голосования изменили более 300 тысяч украинцев. По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшее количество заявлений, около 100 тысяч, подано от жителей Донецкой и Луганской областей. Из числа всех перерегистрировавшихся украинцев 24% – внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных территорий. По результатам опроса фонда «Право на защиту», 21% жителей неподконтрольных территорий планировали, несмотря на блокпосты и очереди, приехать и принять участие в выборах президента Украины. Сделать свой выбор призывает посол США в Украине Мария Иванович. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию. Запад призывает Украину исповедовать демократические процедуры. И выборы, как президентские, так и парламентские, выступят своеобразной лакмусовой бумажкой. Отдавая свой голос, важно обращать внимание не только на популистские обещания политиков, но и на реальные действия каждого кандидата, его связи и бэкграунд. Безусловно, сделать свой выбор во втором туре украинцам, чьи кандидаты не пройдут из первого, будет сложнее. Но это необходимое условие соблюдения демократических процедур и личной ответственности за свое будущее в этом государстве.